Они занимаются важным делом, причем бесплатно. Эти организации так и называются некоммерческие. Накануне Дня народного единства с их представителями за круглым столом встретился глава республики. 1420 организаций, которые работают практически на одном энтузиазме за идею. Столько в нашей республике так называемых НКО, социально ориентированных некоммерческих организаций. Они объединяют людей по самым разным признакам – научные и творческие интересы, национальность, профессия, благотворительность. Последние два года в результате конкурсных отборов на реализацию программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, вы знаете, мы выделили 20 миллионов рублей. С федерального бюджета выделяются средства, мы с республиканского бюджета выделяем. Дальнейшая государственная поддержка сохранена. Просьба к вам, уважаемые руководители, кто возглавляет, представлять материалы на конкурс. Конкурс, он на сегодняшний день проходит публично, открыто. Однако многие организации не могут получить поддержку не потому, что их дело второстепенно, а фактически из-за формальностей. Сегодня не все организации, которые были победителями 13-го года, они получили средства. Я проанализировав причины, мы соответственно корректировки проводим в каком плане. Понимаем, что сегодня социально ориентированный бизнес, он не может располагать даже в достаточном штатах квалифицированных сотрудников, там это менеджеров, это бухгалтеров, юристов и так далее. Отсутствует этих сотрудников, оно влияет на качество подготовки заявки. В 2014 году в этом плане НКО станет полегче. В республике создадут специальный ресурсный центр, в котором руководителям некоммерческих организаций будут оказывать консультационную поддержку. Впрочем, поддержки НКО ждут не только от государства, но и представителей бизнеса. Для тех, кто готов вкладываться в значимое для общества дело, предложили учредить специальную награду. Ну а следующий год объявить годом благотворительности. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.